Перед просмотром этого видео включите, пожалуйста, VPN. Этим вы очень поможете каналу. Спасибо! Юми, 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 Юми! Тут какие-то штуки странные везде. И заброшенные машины. Что это там такое? Так, собаки там что-то нашли. Пойдем туда, куда поведут собаки. Направо или налево. Классно, мы недавно помылись. Юми, не ешь улитку! Они на что-то лают там. Ого! Привет, я Анимэджик, и со мной тут мои собаки. Софи, Миша, Юмичу. И сегодня у нас будет супер-мега-эпичное видео. Оу, ноу, гринде! Мы отправимся на вершину орлиных скал. Так называется место. Очень красивое. Но самое главное не в этом, а в том, что обратно мы будем идти через лес. С кое-какой целью. Найти место для палаточного челленджа. 24 часа в палатке с собаками. Ставь лайк, если ждешь это видео. Наберем много-много лайков и пиши в комментариях, что нам взять с собой. Тем более, что комментарии попадают в ролики. Я думаю, что нас обязательно найдут какие-нибудь приключения, потому что мы не можем без этого. У нас все время что-нибудь происходит. А может быть, в этот раз ничего не произойдет? Вряд ли. Кстати! Ой, ой. У нас есть телеграм-канал. В общем, обязательно подписывайтесь, Юми. Надо в ту сторону молиться, а не в эту. И не только на наш телеграм-канал. В описании меня уже комары сожрали, короче. В общем, обязательно подписывайтесь на все наши соцсети. Юми, у тебя были грязные лапы. Группа ВКонтакте, Яндекс.Зен. Теперь мы их ведем. Но все-таки на Инстаграм и на Ютуб тоже обязательно подписывайтесь, потому что я надеюсь, что здесь все когда-нибудь... Вряд ли. Мы сейчас пока что живем в Сочи. Меня спрашивают, что с Кисалисой. Вот показываю, с ней все хорошо. Она в прекрасных руках, в шикарных условиях. И очень кайфует от жизни, по-моему, без собак. Мы вот сняли квартиру. Там на территории несколько домов. И вокруг везде, к сожалению, бетон. Есть какие-то грядочки, клумбочки, которые люди сами организовали. И там растут растения. И вот поэтому нам приходится всегда выходить из двора с собаками вот так вот на поводочках. Кстати, вот в этом месте один раз ночью с ребятами, когда мы вышли гулять, мы увидели маленького бездомного котеночка. Мы хотели ему помочь спасти его. Собаки начали лаять. Точнее, я хотела ему помочь спасти его. Собаки начали лаять. Он убежал куда-то в кусты. Было очень темно. Найти мне его не удалось. Очень жаль, конечно. Потому что я бы хотела ему как-то помочь. Я потом увидела, что там поставили какие-то мисочки. Видимо, кто-то из местных людей его подкармливает. Может быть, я надеюсь очень сильно, что кто-то его приютил. А еще сейчас вот мы подошли к мусорке. Вот видите, тут решетки. Ну, не буду вам показывать то, что выглядит это не очень эстетично. Но прикол про решетки. Я сначала думала, что это очень странно. Решетки здесь совсем не от людей, а от животных. И как вы думаете, каких? Наверное, многие сейчас подумали, от собак или кошек. Но нет. От енотов. Интересно, это девочка или мальчик? У него грудь как будто есть. Там маленькие сосочки. Собаки, вы видите, кто там? Здесь обитают еноты в лесах. Самые настоящие енотики. И один раз на другой помойке, где нет решеток, мне удалось застать одного енотика. Это было очень прикольно. Это не где-то в зоопарке. Это совершенно дикое животное в городской среде, из природы прямо. Больше того, у нас окна кухни, балкон и так далее. Вот квартира выходит на лес. И иногда еноты приходят прямо под окна. И ты можешь их увидеть и даже покормить. Я пыталась пару раз покормить енота. Он не ел прям при мне, но я его кидала туда какие-нибудь яблочки, печенюшки. Енот, енот, не убегай. Стой. Почему я хотела арендовать дом? Потому что вот это самая ближайшая трава к нашей квартире, где собаки могут гулять. Более того, рядом дорога, поэтому собак нужно водить только на поводке здесь. И второй момент, это то, что приходится постоянно использовать пакетики, чтобы собирать какашечки. И я стараюсь покупать экологичные пакеты, которые потом растворяются в природе, потому что их уходит очень много. И это очень печально, конечно. Я так сказала, что если бы мы были в загородном доме, жили, то какашечки не надо было бы убирать. Их бы тоже надо было убирать, но условно можно как-то это более экологично делать. Я не знаю, какой экологичный способ можно было бы придумывать для хранения собачьих какашек. Может быть, в землю закапывать? Вряд ли. Можно было бы собирать бумажкой и кидать в унитаз, я не знаю. А мы отправляемся потихоньку в наше приключение. Для начала нам нужно будет достаточно долго подниматься в горку, вдоль дороги. Пока что собаки будут на поводках. Здесь у нас, кстати, очень большой-большой магазин, в который мы постоянно ходим с собаками. Здесь есть туалетная бумага за 9 рублей. Улочка за 11. Бич-пакет за 23. Молоко за 34. И главное, самообслуживаемая. Здесь могла бы быть ваша реклама. Кстати, в этом лесу вдоль дороги, которая ведет к Орлейным скалам, и на самих Орлейных скалах обитают змеи. Их здесь очень много видов. И можно даже встретить какую-нибудь реликтовую змею. Это змеи какого-то там периода динозавров. Называются желторотики. Это очень милое название для змеи периода динозавров. Фу. На каблуках, пожалуйста, в лес не ходите. А до этого было предупреждение, что в этом лесу ходят медведи. Надеюсь, мы их не встретим. Давай. Вот, молодец. Закарабкалась. В общем, мы поднялись на самую вершину. Никакая камера не передаст эту невероятную красоту и высоту. Там вот горы, а вот там вот море. Встретились две команды. Да, сейчас попьем водички. Такой путь преодолели. Да. И пойдем дальше. Мишань, будешь пить? Посмотрите, как Софи пьет. Водохлеб ты наш. Мишка, на. Миш, ты что, пить не хочешь? Вон язык торчит. Это умывальная комната гномиков. Дом гномиков. Смотрите, туда даже есть лесенка наверх. Можно подняться вот так вот сквозь деревья и туда зайти. На самом деле выяснилось, что в этом домике живут не гномы, а люди, которые здесь на вершине работают летом в сезон. Вот. Поэтому зайти нам туда не удалось. А этой штука, они, видимо, маскируются в лесу от диких животных. Я не знаю. Софи нет? Ну, в общем, мы снимаем поводки и отправляемся в лес пешком. Где фокус? Где фокус, а? Миш, давай. Молодец. Ого, какой колодец. Юми, 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 Юми. Пожалуйста, аккуратнее. Юми так любит на все запрыгивать. Спасибо большое, Юмичук. Посмотрите, какой там колодец. Там даже сетка его перекрыли, чтобы люди, видимо, туда не падали. Он огромный. Просто огромный заброшенный колодец. Такое ощущение, что мы с ребятами в постапокалиптическом лесу. Тут какие-то штуки странные везде. И заброшенные машины. Сколько у нас находок. Ого. Тут реально заброшенный вазик стоит. Интересно, на нем можно ездить? Хотя тут как будто чьи-то вещи. Но дверь просто подперта палкой. У него даже номер есть. Так что, скорее всего, он кому-то принадлежит. А может быть, даже кто-то там спит, ночует. Вон пледик лежит. Лес очень красивый. Тут все деревья во мху, во мхах, во мхе. Юмичу бежит впереди. Софи за ней. Аккуратнее, далеко не уходите. А то я же не хочу вас потерять в лесу. Миша, как всегда, рядышком. И это хорошо. Пошли, Миша. В этом очень красивом, но постапокалиптичном лесу. Такое ощущение, что случился апокалипсис. И вот теперь люди выживают в лесах. Они пробираются по этим джунглям, ловят животных, разводят костры. Потому что все здания заросли и разрушились. Ладно, проехали. Не обращайте внимания. Понятно. Миша пописала на листик. Сейчас за ней это сделает Юмичу. Конечно же, обязательно переметит Мишу. Юмичу постоянно уходит дальше всех. У меня на шортах висит вот такая вот штучка, которая, да, вот Юмичу уже молится, которая служит для дрессировки, потому что там вкусняшки. И когда собаки уходят далеко, я их зову и даю вкусняшечку. Это очень хороший способ приучить собаку всегда подходить к тебе. Потому что когда ты говоришь команду, иди ко мне, иди сюда и так далее, и даешь за это вкусняшку, собака обязательно подойдет. Юмичу, ты хочешь сняться, да? У меня вот такой вот рюкзак для съемок ролика на Magic Pets. У меня уже вся футболка от него мокрая. У меня вообще ощущение, что я несу еще трех собак у себя на спине. Скажите, а я одна в детстве играла в то, что листья от деревьев и от всего остального это деньги? Кажется, мы обнаружили чьи-то какашки Юмичу, по которым прошла. Лошадины? А вдруг медвежьи? Миша, ты можешь их обойти? Спасибо. Я бы хотела уметь по запаху и по виду определять, чьи это фекалии. Ладно, я шучу, это деревяшка. Не подумали же вы? Или подумали? Вообще, это прикольная тема уметь определять. Вряд ли. Вообще, я думаю, что это лошади, потому что тут очень многие ездят по горам на лошадях. Да, Миш? Это какая-то пещера. Там под этими ветками тут же есть всякие пещеры. Ну или опять какой-нибудь заброшенный колодец. Или все-таки ловушка. Мне так интересно, а вдруг мы в этом лесу найдем еще какие-нибудь такие прикольные объекты, типа уазика заброшенного или еще что-нибудь. Пока что интересного места для нашей палаточки мы не нашли. Господи, как это красиво. Стой. Сделай лицо для мема. Юми, у тебя всегда лицо как для мема. Нет, это у Миши всегда лицо как для мема. А почему я говорю лицо, если у собаки морда? Всегда такие философские мысли в лесу приходят. Юми, Софи, идите-ка сюда. Пару километров назад была развилка. Можно было пойти налево, можно было пойти направо. И собаки пошли направо. Я пошла за ними. И у меня такое ощущение, что мы пошли куда-то не туда. Мы уходим куда-то вглубь, в чащу леса. Тропинка становится уже, здесь становится темнее. Очень бы не хотелось заблудиться, но, наверное, главное не сворачивать с тропинки. Куда-то она и приведет. Ух ты, какие тут заросли. Вот тут прям совсем другой лес, чем тот, через который мы шли. Просто какой-то мистический, апокалиптический, страшненький лесочек. Что это там такое? Так, собаки там что-то нашли. Мы пошли не по той тропинке. И в итоге вышли в какое-то интересное место. Тут явно кострище. Бревно лежит, на котором, видимо, сидят, когда костер разводят. Смотрите, что. Это же штабик. Или домик на дереве. В общем, это реально самодельный домик на дереве. Тут прям вот реально конструкция. И вот здесь лестница, которая ведет наверх. Тут даже бутылка с водой в дереве. Смайлик. Мило, но с другой стороны немножко криповенько. Криповенько в лесной чаще, свернув не на ту тропинку, наткнуться на чей-то домик на дереве. Улитка прям мамху интересна. Она живая? Ой, 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 простите. Да, это живой слезнячок. Извините, пожалуйста, что мы вас потревожили. Тут везде паутина жуткая. И везде улитки. Смотрите, это улиточный домик на дереве. Их тут прям реально много. Вон там тоже сидит. Так, тут какая-то веревка, которой, видимо, связаны доски. Хотя, также тут сбитые гвоздями. Еще вот такими вот металлическими какими-то штуками эта конструкция соединена. Это не просто кто-то за день смастерил. Тут реально конструкция, вот, например, подкверта камнем. Два столба от основания упираются в два больших дерева. Ребята, вы ждете меня внизу. Тут, правда, сломана ступенька. А снять телефоном, потому что камеру в руках будет держать неудобно. Да, надеюсь, я не упаду. Вау! Класс! Я сначала подумала, что это доски влажные, а на самом деле они покрыты лаком. Они сухие, это лак. Поэтому они так блестят. Это очень прикольно. А еще тут есть какие-то надписи. СОС. Тут вообще непонятно, что написано. И заведи. Морочки. Записки. Заметки. Да, вы меня тут не достанете. Не залезете сюда. И, в принципе, он очень устойчивый. Посмотрите на Софи. Ребята, мне кажется, мы должны что-то с этим придумать. Может, нам его отреставрировать? Давайте пишите в комментарии идеи реконструкции нашей крутой находки в лесу. Я вот точно знаю, что надо лестницу починить. Для этого нам нужны гвозди, молоток и какие-нибудь доски. Ну или ветки найти. Вот это, ребята, находка ваша. Спасибо, вы просто не зря нас повели. Если наберем очень много лайков на этом видео и классных идей в комментариях, то обязательно сюда вернемся. Тут везде растут на дереве, вот рядом лежащим, упавшим какие-то белые грибы. Ну что ж, а мы с песелями отправляемся дальше, так как идея с 24 часа в палатке никуда не делась, и нам нужно найти для этого место. Мы вышли на какую-то дорогу, то есть тропинка в лесу превратилась вот в такую дорогу в лесу. Посмотрим, куда она нас приведет. Две бабуси там в конце за нами следуют. Давайте, давайте, быстрей, быстрей! Идите сюда скорее! Ну да, конечно, попить больше негде, у меня нет с собой поилки, да, и надо вот залезть вот именно, да, вот, Сахиш, классно, мы недавно помылись, и это самое лучшее. Вообще нельзя разрешать собакам пить из лужи, особенно в городе, но так как тут дикий лес, это чисто дождевая вода, хотя она с грязью. Так, все, хватит! Хорошо, что я всегда вовремя провожу своим собакам профилактику от разных паразитов и гельминтов. Здесь могла бы быть ваша реклама. Здесь прям такая ровная земля. Что такое, Юмичу? Лесок. И мне кажется, отличное место для палатки. Хочу поделиться с вами еще одной проблемой. У меня какое-то время почему-то не работал микрофон. Я не знаю почему, но сейчас он работает. Вторая проблема, это то, что у меня сели все аккумуляторы, и камера, возможно, скоро разрядится. Третья проблема, это то, что, кажется, начинается дождь. Четвертая проблема, я очень устала, я не представляю, как они вообще идут, ребята. И еще одна проблема в том, что... Пойдем туда, куда поведут собаки, направо или налево, направо или налево, направо, направо, кажется. Но это же еще дальше от... Юми, не ешь улитку. Софи, тоже не ешь улитку. Или она уже мертвая? Как будто если она мертвая, то ее можно есть. Ань, чем ты думаешь? Мы нашли какое-то маленькое дерево, у которого очень большие листья, а вот там вот плоды. И мне кажется, это инжир. А до этого мы видели просто практически плантацию дикой малины. Юми, Юми, Юми. Софи. Они на что-то лают там. Ого, ого. Собаки лают на заброшенную машину. Мы реально в апокалиптическом лесу, ребята. Просто как будто здесь были люди, и они все вымерли. Настроили домов на деревьях, и что-то с ними случилось. Интересно, можно открыть? Здесь уже кто-то пытался расковырять, видимо, чтобы открыть задние двери. Ага. Здесь есть вот такие штучки, которые вытаскиваются, видимо. Да, эти штучки можно вытащить, и дверь снять, и пробраться внутрь этого автобуса. Куртка висит. Кажется, я знаю, где мы можем еще ночь. У меня село три аккумулятора. Три. Видео будем обсуждать в Телеграме, а мне, наверное, на этой эпичной ноте придется с вами попрощаться, ребята. Телефон тоже садится, сети здесь нет, и начинается дождь. Нам надо бежать, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на все наши соцсети в описании, идите, ссылочки там. Все, увидимся, да? Все, увидимся, да?